Всем привет! Сегодня в моем видео речь пойдет о посылке, которая пришла мне из Японии. Ее прислала мне девушка Настя. Это очень интересный блогер. Настя сейчас живет в Японии. Она снимает видео о косметике, о японской косметике, о Японии. Видео очень интересное, очень интересный канал. Всем советую на него заглянуть и посмотреть. Я не буду коверкать название канала, я его напишу внизу под видео. И мне пришла вот такая замечательная посылка. Вот так она выглядела. Безумно я была рада ее получить. Она пришла на удивление быстро, всего лишь через неделю, как Настя ее отправила. И радости моей не было предела. Я еле сдерживала всю неделю себя, чтобы не пользоваться частью продуктов, чтобы показать их вам в их первоначальном виде, чтобы они не утратили свой внешний вид, чтобы не показывать какие-то пустые баночки. Вот. И показать вам все так, как оно ко мне пришло. И начну я, наверное, с первого продукта, о котором я просила Настю. Это чай японский. Вы знаете, мою страсть и любовь к чаям, поэтому этому чаю я была очень рада. Я его еще не пробовала, но сегодня я сниму видео. И теперь спокойно буду пробовать и пить этот чай. Мне уже просто не терпится его попробовать и ждать его вкус. И следующий продукт, о котором я тоже просила Настю, это была пудра для умывания от FUNKL. Настя в своем видео рассказывала о ней и сравнивала свое ощущение при умывании. И она сказала, что такое ощущение, будто я умываюсь облачком. И ей написала Настя, я тоже хочу умыться облачком. Пришли мне, пожалуйста, эту пудру. Я ее очень хотела. Девочки, действительно, такое ощущение, что я умываюсь облачком. Очень нежно, она не сушит кожу, она прекрасно снимает макияж. Это просто супер средство. Я теперь буду его искать, какими-то путями приобрести. Вот такой тензатор у него удобный. Просто супер-супер. Я в восторге от этого средства. Еще Настя прислала мне к этому средству вот такую мочалочку для лица, чтобы удобнее было взбивать пудру. Вот так она выглядит, очень удобная, с таким колечком. Вот такая, вообще не будто это платьица какой-то балерины. Очень удобная мочалочка. Ей же пользовалась. Вот такая. Очень-очень хорошая как раз для этой пудры. Спасибо, Настя, большое. Очень заботлива с твоей стороны. Еще Настя мне прислала пробник от фирмы FUNKL. Это масло для умывания и для снятия макияжа. Я его еще не пробовала, чтобы вот показать вам целенький пробничек. Кстати, тоже Настя его хвалила. И мне уже не терпится его попробовать. Вот сегодня сниму видео и буду вечером снимать им макияж. Следующие пробнички, которые мне прислала Настя. Их было трое. Теперь уже двое. Я уже один попробовала. Это масло, которое можно применять как на тело, так и на лицо, как я поняла. Вот такая фирма. Вот такой пробничек. Очень все интересно. Кстати, от них такой вот аромат идет. Очень необычный. Какой-то вот восточный. Сразу видно, что из тех краев. А затем мне пришла вот такая масочка. Вот такая. Вот так она выглядит. Как я понимаю, здесь что-то. Какая-то глиняная основа, по моим ощущениям. Опять же, повторюсь, я ее не пробовала. Только потому, чтобы показать и снять видео с целой масочкой. И вот такая. Это уже на тканевой основе масочка. Вот так она выглядит. Теперь сниму видео и буду с удовольствием все-все это пробовать. Еще один продукт. Это румяна. Тоже это японской фирмы. Сезанн. Румяна силиконовые. Такие. Посмотрите, какие они очень красивые. Вот такие румяшки. Этими румяшками я уже пользовалась сегодня. Они мне понравились. Но к ним нужно приноровиться именно к технике их нанесения. Следующий продукт, который мне прислала Настя. Это вот такая розовая туз. Но она в розовой упаковке. На самом деле она черная. Вот. Такая фирма. Потрясающая упаковка. Но не только упаковка хорошая, но и содержание. Вот такая кисточка. Тушь ее я уже пользовалась. Тушь мне понравилась. Тушь была в вот такой вот упаковочке. Показываю всю упаковочку, потому что, ну, мне кажется, очень интересно именно узнать о косметике из такой страны, как Япония. Потому что все мы знаем люксовые фирмы, которые изготавливаются в Японии. Но вот о таких фирмах, я думаю, мало кто знает. Поэтому интересно все. Следующее, что мне прислала Настя. Это набор пробников, который пришел в вот такой упаковке. И здесь линейка средств, пробников, которые предназначены на целый день использования. Здесь два кремика, дневной и ночной. Фирма НАУ. Как мне объяснила Настя, это фирма прототип ОВЕН. Вот такой вот аптечной косметики для проблемной кожи. Это крем для умывания. Это лосьон, пробник лосьона. Милк. Как я поняла, какое-то молочко. И гель для умывания. Вот такие шесть пробничков. Очень интересно узнать об этой фирме. Вот так это все должно выглядеть вживую. Повторюсь, фирма НАУ. И последнее, что просто в дикий восторг у меня произвело. Это вот такой упаковочке они были. Это матирующие салфетки от фирмы Китти. У меня была двойная радость. Потому что вот такая прекрасная упаковка. И во-вторых, я давно уже хотела себе матирующие салфетки. Но никак мне не удавалось их купить. И моему восторгу не было предела, когда я их открыла. Посмотрите, какая белесть внутри. Боже мой. Настолько это мне подняло настроение. Столько радости. Вот такие вот обычные салфеточки матирующие. Но вот как она оформлена, как оформлены эти салфетки. У меня просто восторг, радость. И настолько мне было приятно получить эту посылку. Настолько она меня радовала, что я не могла просто пройти мимо этого ящичка. Мимо этой посылочки. Я если проходила, то я обязательно на нее смотрела. Если мне было время, я подходила к этому ящичку. Я раскладывала. Все заново рассматривала, пересматривала. И мне было очень приятно. Вот этой пудрой от Falkal я начала пользоваться с самого первого дня. Я ей пользуюсь. И сейчас она в фаворитах в моих средствах для умывания. Хотя у меня средств для умывания несколько. Но они все отошли на второй план. И пользуюсь я этой пудрой. Она мне очень нравится. Я даже не знаю, что я буду делать, когда она закончится. Но эта пудра мне очень понравилась. Очень заинтересовала меня эта фирма Falkal. Хочу сразу попросить прощения за то, что в видео будут какие-то посторонние шумы. Но они от меня совершенно не зависят. Мои соседи делают ремонт. И он у них просто нескончаемый. Он длится с лета и до сегодняшней поры. Когда они закончат, я не знаю. Подстраиваться их я не могу. Потому что мне тоже хочется снять видео. У меня есть время, я его снимаю. Но когда они закончат стучать, мне неизвестно. А видео все-таки пора выложить. Потому что уже неделя у меня лежит последочка. Мне уже не терпится поделиться с вами этим видео. Мне не терпится рассказать с Настей об этом всем в своем видео. И куда дальше откладывать, я уже просто не знаю. Поэтому приношу свои изменения за эти посторонние шумы. Они меня дико раздражают. Но ничего поделать я с этим не могу. И что я еще хочу сказать. Настя, мне уже очень хочется, чтобы моя посылочка пришла к тебе поскорее. Очень интересно узнать твое мнение о тех продуктах, о тех средствах, которые я отправила тебе. Надеюсь, что они тебе понравятся, что они тебе подойдут. И еще хочу еще раз сказать огромное спасибо за посылку. Она принесла мне море радости, море удовольствия. Мне понравились все средства, которые я уже успела опробовать. И уверена, что понравятся те средства, которыми я еще не пробовала. Но мне все безумно понравилось. Я очень-очень рада этой посылочке. Это в моей памяти останется, наверное, навсегда. Потому что это очень необычно. Получить посылку с такой стороны, как Япония. С такими средствами. Не знаю, будет ли у меня какая-нибудь возможность получить еще подобные средства или нет. Но я безумно рада. Огромное тебе спасибо. Жду ответ на видео. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok